всем привет в общем ничего у меня не получается с этим напильником купил напильник на рынке он как бы старый но он был совсем не тронутый он был в таком состоянии как здесь зубья целая теперь они немножко послезанные вот стою я делаю спуске она практически начинает уже просто облизывать клинок в общем такой бред не не нравится я так работать них еще не буду буду делать мини гриндер потому как времени у меня немного играться попытаемся процесс механизировать у меня есть болгарка у меня есть удлинитель на болгарку для широких кругов пружина подшипник два штуки это ерунда с не помню точно называется тащилка для ножей ручка угла полетела и собственно профиль хомут готов единственное что я на трубе сделал такой вырез можно было вот так вот подставить и усилие приходилось не только на дно уха всей этой трубы а и распределялась на основную часть хомутика вот так это выглядит сейчас срежу трубу где-то здесь и придется мне в сторону еще сделать вынос из такой же трубы приварю еще пару штук потому что я хочу чтобы лента была не совсем узкая на шириной этого удлинителя вот по эту часть вот так вот вот так вот вот так вот Отверстие подболт хомута готово. Теперь мне нужно сделать отверстие здесь и здесь и соединить их пропилом. Это для фиксатора, который будет удерживать шток время натяжения. На данном этапе вот что имеем. Шток рассочил в этой части для удобства просверливания отверстия. Вставляем шток в нашу трубочку. Фиксируем таким вот образом. И вот получается у нас фиксатор, который не будет выдавать, выскакивать ей. И в любой момент можно просто разобрать и все это дело достать. Эту деталь пока мы отложим в сторону, так как ленту я взял короткую, обрезать мне не хочется. Главное, чтобы вот эта часть была как минимум 12-13 см приблизительно. Поэтому я приду сейчас, пока ленту не купил. Это передняя часть гриндера. Подшипники я их поставлю два, чтобы лента у меня была пошире, так как мне нужна конкретно для ножа будущего. Поэтому поставлю двойной подшипник. Практически основная часть мини-гриндера готова. Мне осталось надеть пружину. Придать немножко усилия. Закрутить винтик. И переходим к подшипникам. Подшипник имеет размер внутренний диаметр 10 см. Отлично подходит для этого вот такое вот серло. Которое необходимо закалить, чтобы выработка при трении была минимальной. Или практически ее не было. Можно попробовать напильником. Снимаем ржавчину. Основной металл не цепляет. Напильник хороший, кстати. Ну и мне сейчас останется собрать переднюю часть. Два подшипника, две шайбы. И все это мероприятие приварить. Протащил отверстие в деревяшке. Сделал его по форме этого болта винта. Вот так вот напильником поработал. Теперь мне осталось его приклеить с помощью эпоксидного клея. Оставляем это на 24 часа. Высыхает. Обрезаю. Шлифую. Устанавливаю. И показываю как работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мини-гриндер закончен. Осталось мне только нацепить ленку. И проверяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и поскольку эта диматика у меня будет наживая, мне нужно для станка, для более точной изоточки сделать направляющую. И направляющую я сделал съемной, чтобы она не мешала. Поэтому я сейчас здесь приварю небольшой отрезочек. Буду смотреться таким образом. Сюда приварю гайку, сюда приварю шайбу. Нужно шпильку закрутили, не нужно, выкрутили. И занимаемся другими делами. Для ножа необходима направляющая. Вот и все, гриндер готов. Приварено направляющая. Уменьшим диаметр отверстия, потому как раньше была труба. Сейчас я уменьшил отверстие под шпильку. И можно пробовать. Редактор субтитров А.Семкин Немножко поработал. Наждачная бумага очень небольшой градации для первоначальных работ клинка. Это номер 150. Желательно, конечно, думаю, побольше. Покрупнее. Может 100 или 80 брать. Ну, я вам просто пока показал. Вот. Сразу виден результат. Сразу снимает. Никакого махача нету с этим напильником. Ну, вот, река подальше. Я полдня поработал. Плюнул. Быстрее сделать вот такую приспособу. Не мучайтесь. Всем пока. Подписывайтесь. Нравится, ставим лайки. Всем удачи. До новых встреч. Будут новые видео. Всем пока.